Добрый день дорогие подписчики с вами снова как обычно Михаил Игоренков и вас ждет такой буквально пятиминутный подкаст то есть я уже объяснял что на этой неделе у нас каких-то значимых турниров типа там UFC не будет но помимо этого есть на что поставить то есть там в ночь сегодня пройдет LFA ждем потом там октагон ксв но это скажем так побочно я решил сконцентрироваться в основном именно на Глоре 77 причем я заранее ожидал не только получить удовольствие от просмотра этих ярких поединков а здесь ожидается несколько чемпионских поединков должен был бы пройти титурный бой в тяжелом весе река верховина против джамала бен садика но садик выбыл и в итоге добавили сюда турнир четверку в тяжелом весе что добавляет скажем так яркости этому турниру и в целом я при этом еще ожидал увидеть достаточно выгодные варианты поставками я реально удивился что в каждой паре в каждой паре я вижу реально валуйную соответственно ставку какие-то варианты я заранее разобрал еще как только был анонсирован карт плюс получается там вчера по моему да опубликовал небольшой пост где выделил две основные ставки скажем так которым заранее уже можно было прицениться и теперь я вам сейчас расскажу что нужно делать по моему мнению со всеми остальными соответственно ставками на этот турнир короче вот такие такое вот количество поединков всего их семь причем в андеркарде то чтобы быть прилимах нас никоим образом никак не интересует мы начнем по порядку соответственно с противостояние которое придет полутяжелой весовой категории топ-2 топ-4 glory но там собственно знаете дивизионы не столько насыщены чтобы особо сильно делять этому внимание в общем лыс товарес он запомнился тем что в тринадцатом году отлетел в кого от артема вахитова в glory выступал других разных промоушенах в восемнадцатом году вернулся вот этот поединок с артуром горлом я для горлом я отлично помню я бы не отдал ему там победу по факту ну реально он не наработал но почему-то сплитом отдали ему после этому после этого сплитом проиграл какому-то мешку как бы конкретному да и потом соответственно набила себе серию с двух побед над очень низкоуровными оппонентами супер пробит идут хорошо всем известен причем тоже этот поединок был далеко не таким простым собственно вот этот персонаж тоже супер мега пробитая тема как бы я вообще удивлен что в принципе товаре с ним до решения добился но опять таки товаре с нифига не нокаутер они акцитированы там особого какого-то внимания тогда чтобы закончить бы досрочно у него есть проблемы с кардио у него очень много проблем на самом деле и что самое прикольное они сданы геобена и уже встречались но это было насколько помню за пределами glory и в общем-то обе на его победил и сейчас это типа реванш и почему-то обе на выходит над реванш андердогом я догадываюсь почему потому что он идет на серии с двух поражений но против кого против ахитов и против перейры извините меня причем бой как бы вахитов многие считают что он не проиграл а товарес вполне легко также бы отлетел бы от перейры причем еще скорее всего достаточно быстро быстрее и в данном случае я не вижу смысла как бы ставить на товареса я считаю что обе на в статусе андердога очень привлекателен за 236 дают его на фонбете также линия присутствует на батите например 245 дают вот на паре матча на обе ну дают 243 то есть выбирайте бы как где вы можете поставить выбирайте более высокий коэффициент я лично эту ставку уже на бетон забил уже сам забрал естественно то есть данные геобена очень выгодный вариант для ставки в этом поединке также здесь присутствует роспись при желании можно рассмотреть например до бену по очкам а бену по очкам за 33 бой дойдет до решения там не знаю за 14 но у меня лично как бы жадность не мучает я и просто в статусе андердога заберу отличный вариант но я как бы ну одно дело как бы победы серии лустрик из двух поражения топовых бойцов самых топовых в этом дивизионе другое дело серии с двух побед супер ультра мешками при условии что до этого три боя подряд проиграл тоже достаточно средним оппонентом то есть обе на топ но который скажем так замыкает вот эту троицу да там нынешнего претендента и временного чемпиона и настоящего чемпиона да а товар из там вообще рядом не стоял лично мое мнение следующий поединок вансуз против перейры я отмечал что вансуз конечно же здесь будет фаворитом абсолютно по делу и также я отмечал что по моему если не изменит память у перейры это сестра алекса перейры это будет первый пяти раундовый поединок в ее карьере и в данном случае если мы обратимся к росписи на бк фон бета не предоставляет роспись на горе на полный бой не дают коэффициент 405 я отмечал что в данном случае еще тогда заранее что если будет давать хороший коэффициент на неполный бой его можно будет рассмотреть неплохую ставку то есть я грубо говоря данная геобена забираю под процент неполный бой на бой с уст и перейр я забираю тоже под процент это вы учитываете я просто публикую потом вот эти все рекомендации на своих ресурсах виде уже конкретных ставок коэффициентов процентов от банка но здесь абсолютно разный уровень я уже это объяснял и если перейра скорее всего еще сможет что-то конкурентно показывать первых двух раундов то начиная с третьего все пойдет нам но очень плохо для нее лично я так считаю есть такие предпосылки к этому да и есть вероятность что он проиграет будет досрочно вархове вас по поводу варховина с гергисом я еще заранее соответственно вчера написал как только выскочила линия что т.м. два с половиной при условии что гергис на коротком домении давно уже мешок это очень шоколадный коэффициент тогда давали 777 сейчас соответственно прогрузили до 164 вот кто успел забрать тогда молодец кто не успел в принципе можно это забирать я забирал это под три процента и считаю одной из самых лучших ставок на этом турнире в принципе по совокупности шану по соотношению шансов и коэффициент вот примерно так то есть ну верховин досрочно там не знаю за 1.5 по сути то же самое но здесь коэффициент выше но 164 конечно же маловато но 177 было вообще прикольно если честно что касается ригерца и тарика хаббеза я видел выступление обоих бойцов и ригерца на glory и соответственно за пределами glory там на ютюбе некоторые бы и посмотрел и хаббеза я видел соответственно one fc то есть что я могу сказать ригерц это боец который вообще себя если честно абсолютно ничего не представляет помимо своих габаритов то есть его там и очень низкосортные бойцы в нокдауна отправляли оппозиция у него набиты на крайнейших мешках которые колом встают уже там под конец первого раунда то есть его победы они не стоят ровным счетом ничего я сейчас на меняемую бойцом и вот и назвать не могу то есть его рекорд 11-0 что такое вообще 11-0 для кикбоксинга ничего при условии что больше половины побед он набил там в промежутке там с 19 вот по 21 год то есть просто выходя против таких ультимативных мешков что просто пипец с другой стороны тарик как бы он реально за пределами glory бился с очень достойной оппозиции у него на самом деле есть схожий бой например с на последний который проиграл он и все крыбли или крылья не помню как фамилию сын грешного бойца и там он его проиграл получать суббой досрочно но вы сравните как там его оппонент двигался скорость футворк передвижение нанесение ударов и сравните с тем что делает леви ригерц это просто небо и земля в плане я считаю что у тарика есть очень хорошие шансы на победы в этом поединке при условии что леви достаточно подпробитый там защиты толком нет единственное что может это пользоваться своими габаритами наносить удары к тогда когда его мешка оппонента сдыхают по кардио стоит колом данном случае на самом деле можно залетать и на т.м. и какие-то еще варианты выбирать и возможно объективным вариантом выгодным было бы заходить на т.м. два с половиной там не знаю за 1.75 причем было выше сегодня еще было по-моему 1.8 1.9 но я считаю что за тот коэффициент который дует на тарика я лучше его заберу реальные шансы я считаю у него на победу очень хороший явно не соответствует коэффициенту причем некоторые быка например на паре матча 2.7 на фонбете 2.6 отличнейший андердог то есть под один процент от банка заиграть его ну надо по-любому лично мое мнение что касается думбе и грунхарта я заранее в разборе разберу как бы объяснял свое мнение касаемо этого поединка что шансы здесь очень близкие и скажем их карьеру их прошлое противостояние оценивал я отметил что на дистанции в три раунда у думбе за счет его техники ударов и прочего есть преимущество над грунхартом то есть он именно дистанции в три раунда забирает скажем так два раунда как минимум но вот на дистанции в пять раундов у них был поединок и там получается грунхарт как бы ну в принципе смотрелся получше вот и в данном случае мы на по я напоминаю что это поединок будет соответственно чемпионским вот данном случае и ну я не вижу смысла как бы да не заиграть как бы грунхарта то есть вот у них получается первое противостояние было трех раундовым в 2016 году и грунхарт его проиграл соответственно потом не был реванш 2017 но уже за чемпионский пояс как бы это была защита получается пояса и грунхарт выиграл я просто сейчас меня времени займите мало я сейчас не буду вдаваться подробности можете просто перечитать мою статью на спортсрут я там подробно все разбирал и здесь учет на то что это будет пяти раундов опять-таки противостояние я считаю что кардио сыграет свою роль грунхарт если дефолтный он будет лучше выглядеть чем думбе и я тогда еще в статье отметил что при близких шансов здесь не будет иметь смысл заиграть андердога то есть того бойца на которого будет давать более высокий коэффициент и здесь мурту грунхарт какого-то хера выходит очень большим андердогом то есть 333 например дает париматч там три с половиной дает бет-сити и соответственно 335 дает фанбет ну естественно я забрал грунхарта то есть опять-таки под один процент и остался у нас получается последний поединок вахитов против перейры здесь я уже все объяснял дважды расписывал и так далее форма вахитова мне на вешалке не понравилось то есть вряд ли он покажет пик своей формы и ну я жду примерно той же формы которым показывался их предпоследний поедину последним предпоследним поединке я не думаю что хватит активно на активную работу в течение всех пяти раундов алекс перейра который будучи типа средневесом на вешалке выглядел более сухим и габаритным чем вахитов то есть преимущество в габаритах преимущество соответственно она банально тогда в скиллах каких-то в размахе рук по моему все за перейры то есть если бы мы брали пиковую форму вахитова и пиковую форму перейры я бы еще скажем так подумал но здесь учетом того что перейры идет андердогом небольшим наших бк на бэксити например до 205 на фонбете уже погрузили вот и на париматч 192 то есть ну вахитового перейры надо забирать и того у меня получается по карту по три процента от банка победа перейры по три процента от банка тф поединке верховина с гергисом по проценту на грунхарда на хабиб за на обену и на неполный бой в паре с уст против феррель вот такой расклад на этот турнир я лично не ожидал что прям вот настолько будут жирные коэффициенты вот и у меня хорошее ожидание от этого турнира опять же не скажу что там почки какие-то закладывал опять-таки все это при условии что линии у нас соответственно наших отечественных бк предложены да то есть в любом случае там нет не идет речи о каких-то астрономических суммах но так или иначе если большая часть ставок зайдет в любом случае плюс будет приличный на этом я с вами прощаюсь если вам что-то из этого понравилось забирайте в любом случае присоединяйтесь завтра к просмотру будем активно смотреть вернее смотреть активно обсуждать соответственно в телеграме в чате все как обычно все как всегда результаты ссылки нарезки и прочее 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 вы сами знаете где искать всем удачи и пока